Европейский Союз рассматривает возможность сдерживания агрессивно ведущих себя еврейских поселенцев на западном берегу Иордана. Они могут быть наказаны запретом на выдачу виз и более строгим контролем за импортом в ЕС их продукции. После нападения Хамас на Израиль 7 октября наблюдается рост враждебных действий в отношении палестинцев, включая разрушение их школ, домов и принудительное изгнание их со своих земель. По данным израильских общественных организаций, за это время более 255 арабов, включая детей, были убиты в результате насилия со стороны поселенцев. Некоторые страны, включая Францию, Бельгию и Ирландию, заявляют, что готовы применить санкции к поселенцам в одностороннем порядке, если не будет полного соглашения на уровне ЕС. Маловероятно, что весь Евросоюз согласится на санкции такого рода, поскольку для этого требуется единогласие стран-членов. И да несмотря на то, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жузеп Боррель неоднократно осуждал насилие со стороны поселенцев. Соединенные Штаты также заявили, что введут против них ограничительные меры. For instance, the U.S. seems rather beholden to Israel. But when it comes to the settlers, actually, even the U.S., even the State Department, has gone as far as to say, OK, we need to sanction settlers that are perpetrating violent crimes today. Если США и государственные департаменты могут это сделать, то это действительно будет неизвестность, если европейцы не могут раздражаться. Рассматриваемый Евросоюзом новый санкционный режим также направлен против высокопоставленных руководителей движения «Хамас». ЕС уже признал его террористической организацией.